привет любителям орхидеи приветствую вас на своем канале вот мои красотки они адаптируются уже в моих условиях на этой солнечной лоджии ну лоджия солнечная только с 3 часов дня до восьми вечера в летнее время и вот сейчас они получают в ванны у них тут приличный перепад температурный потому что с утра здесь и ночью и рано утром и до обеда здесь очень прохладно и влажненько а после обеда солнышко разворачивается и начинает дарить свои лучи в общем девочки все нормально мы один раз только поливались и что я сегодня увидела я сегодня увидела на павлине павлин это так между нами этого сорта есть большое большое название это кросс двух орхидей в общем я сегодня увидела что у него появился намек на новый лист хочу вам показать хочу вам показать сушки но его вот так издалека видно вот я вижу вот там вот вот видите вот краешек листика сейчас так обсматриваю их внимательно поэтому все замечаю обычно в таком размере листики редко замечают здесь тишина это девочки желтый шоколад я все шоколад шоколад вам называл это желтый шоколад ароматные орхидеи классно ела чоколад так а здесь вот такой кросс посмотрите сейчас я вам я тут написала брать пиакок девочки ну вы понимаете на юшан монга вот такой вот размер цветка десять с половиной 11 можете короче посмотреть загуглить очень знатная красивая орхидеи так это у меня джели фиш джели фиш вот это медуза очень красиво цветет знаете есть у нее схожесть с кристалл вот и есть схожесть они чем-то похожи не совсем похожи ну в общих чертах да похоже я знаете недавно зашла на продажу орхидей и смотрю есть кристальный водопад знаю что красиво цветет но я подумала раз у меня есть уже медуза и они очень схожи и места мало у меня пока рова сдержу там цена такая тоже не маленькая была я так посмотрел помучилась но не заказал так это в простонародный чемпион но вообще это видите какой кросс диротинопсис а x king на fullers purple queen вот он тоже красивый красивый надеюсь мы с вами дождемся его цветения и сможем оценить красоту этого сорта в общем 4 орхидеи в размере два с половиной ко мне приехали фут-фут-фу пока все нормально вот так вот мы пока еще обработаны я немножко пробрызгала их в общем здесь на солнышке они у меня пока живут ну а здесь на подоконечке рядышком с ними ринхи ринхи у меня в таких глиняных горшочках в этих горшочках они конечно белозированные тут у меня были знаете кто кто кактусами занимается кактусы когда-то росли они переросли эти горшочки и вот я кактусы пересадила а эти красотки приехали сюда поселили в общем-то это ринг сейчас скажу девчонки вот spotted ринха стилью с гигантея spotted spotted это значит у него цветочек пятнышко в точечку интересные у них листики краешки ветер как будто кто-то их погрыз такие замечательные в общем каждое утро я прихожу и брызгаю вот в это кубло чем я не распутала я сняла корзинку ну не убрала вот это кокосовое волокно я его оставила там корешки сидят в этом кокосовом волокне в общем по минимуму вмешательства а этот второй это уже orange orange и смотрите что orange выдал orange выдал из серединки видите появился краешек листа ну вот этот нижний листик немножечко вот желтит но с самого начала был такой не совсем свеженький нот видите не знаю наверное ему понравилось раз листик появился не было этого листика не помню надо пересмотреть видео но по-моему не было не было листика в общем вот тут все мои новоприбывшие загорают все да не все здесь вот у меня еще один красавчик это дендробиум дендробиум фармери фармери пинг фармери пинг вот мне очень захотелось прикупить этот дендробиум ну прям очень захотелось я его прикупила вижу здесь такие точечки похоже черненькие на листьях надо будет стереть эти такие знаете как грибковость в общем вот тут у меня тоже на солнышке я его вот привесила тут мои конечно ругаются говорят мы тут белья сужим ты что в общем короче говоря я его прихожу ну не каждый день так через день обрызгиваю я его посадила просто вытянула вот с его корзинки содержимое ничего не потрошила как он был там в какой-то посадке своей там была какая-то крупная фракция коры я вот это все запихнула в горшок а края засыпала смесью коры мелкой пеностекла кусочков мха сфагнума и видите керамзит в общем все это так вот засыпала и поместила его вот на таком подвесе здесь у себя зацепила на лоджии вот здесь он после обеда у меня наслаждается солнечными лучами очень хотелось бы конечно увидеть его цветение в ближайшее время вот видите вот у него цветонос он когда-то цвел не у меня конечно камнем только приехал у него вот эти почечки девчонки на бульбах вот видите вот почечки нигде вам показать так тут не видно вот они вот такие вот почечки вот они почечки они активируются активизируется вот почечка из них начинает растить цветонос и причем интересно так бульба может даже та которая уже несколько лет тоже процвести даже через год то есть молодая бульба я так поняла не всегда процветает я мало про него чё знаю но он такими гроздьями красивыми цветет мне он понравился на картинке он мне очень понравился посмотрела пару видео любителей орхидей и тут он мне попался и цена в принципе демократичная у ли я с удовольствием его прикупила надеюсь что он не начнет капризничать что он будет тут расти и мне нравится его температурный режим содержание по моему от 5 там до 30 до 25 в общем мне подходит потому что у меня здесь лоджии в зимнее время как раз таки вот такие температурные амплитуды вот где-то вот летом до 30 вот как сейчас зимой вот 8 12 я думаю что вот это место для него сама то по и мои возвышаются над всеми и смотрят он пошла уже гулять она пользуясь случаем что я туда не достану надо брать лесенку она шла мне тут сделать живую изгородь так девчонки в общем вот так вот вот так мои дела обстоят и дела моих фаленопсисов в общем подрастаем еще не подрастаем еще мы адаптируемся здесь моя фиалочка девочки какая класснючая это давно подарила свекровь и вот она у меня уже много-много лет я даже и ни разу не пересаживала вот я цветовод я с фиалками вообще не знаю как себя вести не умею но она мне нравится я бывает так иногда думаю ну надо кому-то я уже у меня же попыток ее подарить было много вот эти цветы надо по убирать конечно который же отсыпать ну вот она когда стоит в притенении она более ну розовый есть а так она белая в общем ринхи я на них прям не дышу а в кухне у меня стоит ванда которую я поместила в баночку постоянно и и каждое утро заливая водичкой и где-то ну не каждый раз раз может два но я уже раза два не один раз или два по-моему два раза я уже и капелюшечку там на всю эту баночку там 300 миллилитров в баночке я там знаете одну капельку удобрения и добавляю хочу чтоб она немножечко так вот ожила и почувствовала прелесть пребывания в новом месте сейчас вам ее покажу она в другой локации стоит моя ванда спряталась среди фаленопсисов понимаете девочки она здесь на южном окне и надо много света вот так она у меня я ее там на проволочку закрепила я вам показывал не хочу доставать ее но конечно никакой еще активности корней и листьев конечно нет вот этот лист не знаю надо верхней пометить его растет не растет непонятно я просто воды вот так наливаю часа шучу подсветку и может там наливая водички полную баночку и она пьет корешками напивается так я час ее оставляю на час она так напивается на маленькой 17 и потом до обеда она вообще стоит с зелеными веламин зеленый а после обеда на уже просыхает там воду я не оставляю там бывает какая-то капелюшка конечно остается ну вот она такая маленькая девочки долго и нудно буду ждать от нее цветения ну и фаленопсис и мои красотки цветут и радуют цветут и радуют принесла сюда открывая свои бутончики роттердам такой вот симпатюля его кстати девочки посадила в закрытую систему и он как начал там корни растить как начал как пошла жара в общем ему нравится он видите и этого вон вон ползут корни все вниз ой но единственное что у него там с листьями может тут надо всех подвигать очень ужас тесно вот видите вот он стрессанул после того как я его после покупки вот у него один листик рос начал 2 расти что необработанные девочки начал 2 расти и как-то он еще не закончил свой рост и уже там выдает по моему еще появилась краешек еще одного листика ну и вот он цветет старом цветоносе вот почечка жила и вот он решил мне такой букетик сделать пока еще не букетик но вот 788 бутылок тоже спасибо так девочки ну 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 зацените этого красавца зацените открыл уже все сейчас развернул открыл уже все все бутоны красоту как он там держится посмотрите какая красота кого ход кисы есть девочки я вам рассказывала или нет только один вот первый цветочек еще когда были бутоны он засушил то есть я посчитала было получается 17 бутонов сейчас осталось 16 такой вот так ведь разверну вот такой вот такая прелесть хожу здесь аккуратно чтобы его не толкать и чтоб он не упал видите какой презентация ход киса девочки красавец ну еще цветут вот панда цветет шанинги вот таки цветет все еще цветет сезам вот он долго цветет и еще вот бутон себе на дом короче хорошо что я его пересадила не стресса ну ничего все нормально из мхаж я его пересаживала хорошо что я его пересадила вот светущим все нормально фламинго мой до цвета и сушки ничего не видно но и вот эта красота посмотрите как как она мне нравится ли можешь прекращать прекращай свои крики девочки вот это вечером снимать это беглипчик вы красавчик плохо видно уже все но и наверху там для дура а еще выше каменная роза доцветает а здесь вы все знаете у меня лимоша у меня голова разорвется здесь у меня фиолетовая королева вайлит квин там она сбрасывает уже видите его засушивает листик сушит сегодня мы поливались а здесь продолжает веточку так вниз продолжает красивая дамочка девочки а здесь у меня жуки лазают ведь травлю 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 но сил уже нет они все лазают и лазают лазают и лазают фармейшн тоже красавчик вот такой ведь и сколько у него там еще бутонов успеваю его поливать два листа кстати засушил те которые обжег девочки вот такие наши дела так что вандачка тут стоит а засыхает уже все ну вот новые числа гонит отростки но засыхает уже цветочки сбрасывает корни растит это принц ну кто как называет кто при народное название пару все вы его любите все вы его знаете на цвет мой любимка мой любимка цветает цветает но он еще не скоро цветет тушки но это можно выдержать эту птицу в общем вандачка вот здесь притаилась все ребят всех обнимаю крепко-крепко всем желаю всего самого наилучшего мирного неба наслаждаюсь и показываю вам вот эту красоту обожаю обожаю эту красоту шаг можно быть равнодушным а мне мой младший сын знаете как каждый день спрашивает а сколько еще нужно тебе орхидей а что нельзя было взять одну орхидею на нее смотреть ухаживать за ней и успокоиться а муж мой слышал супруг мой любимый говорит олега тебе зачем столько а зачем тебе столько машинок я говорю замечательно он задумался ну вот так хочу это показать она как-то вот он к может выключить не вообще не видно он такой красивый девочки надо идти за лампой за этой крышевой все никак они не дойдет за этой лампы подарите мне кто-нибудь кольцевую лампу я никак не могу на эту лампу никак не могу пойти и купить ее кошмар приму в дар кому-то мне надо все девчонки всех обнимаю слушайте ну вот я сижу смотрю на эту красоту и просто просто обалдеваю просто обалдеваю ведь с обратной стороны такая красота так все я отвлеклась я вообще-то жарю биточки опять я жарю биточки мои все любят биточки пошла девочки работать всем привет из Одессы